В начале января президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы трансплантации органов в Украине. Документ разрешает посмертное донорство, согласие на которое можно будет оформить даже в приложении ДИЯ. Мы спросили крыматорчан, как они относятся к новому закону и готовы ли подписать согласие на донорство органов. Конечно, я думаю, это очень важно, но опять-таки, нужна очень серьезная подготовка. В первую очередь медицинская, хранение органов, все это сложно. Юридически это, наверное, еще сложнее. Что это за донорство посмертное? У меня что-то брали, кому-то отдавали? Нет, нет. Пусть оно будет со мной в могилке лежать. Я хожу в церковь, верующая, так что пусть это будет со мной. Я к этому положительно отношусь, потому что это дает надежду на жизнь другому, кому-то, человеку, которого необходима трансплантация органа. Есть тогда такая боязнь, что, может быть, начнут убивать людей или подстраивать какие-то несчастные случаи, чтобы завладеть органами. За этим надо следить. А вообще идея-то хорошая. Она же спасет энное количество людей. Один человек может быть донором многих органов. Не могу, честно сказать, не могу по смертным донорствам. Что это? Я даже не представляю, что это такое. Если мы пришли как бы в целостность, если как бы в таком составе должны уйти и разложиться на систему Меделеева, как сказать, да, то значит так и должно быть. То есть я не считаю это нормально. Понимаете, по согласию. Я считаю, что согласен – отдавай. Не согласен – пусть выйдет со мной. Возможно, должно что-то сверхсерьезное произойти конкретно лично в моей жизни, чтобы я более серьезно об этом задумалась. Если бы был выбор, какие бы органы, которые бы интересовались, вымечали бы это? Мозг.